Здравствуйте, друзья! С вами Пашка Фриман на связи, и сегодня у нас такое необычное немножечко видео, которое посвящено War Thunder. Те, кто меня смотрит уже давно, ну или относительно недавно, знают, что у меня есть второй аккаунт, который я использую для прокачки без доната, без премиумной техники, без каких-либо вообще там бонусов и вложений. То есть ни единой копейки в этот аккаунт не было вложено, и он прокачивается, имеется ввиду вот техника, которая на нем есть, только благодаря моему скилу и все, то есть больше ничему. Это делается с целью доказать, что в War Thunder экономика не такая плохая, как все говорят и думают, потому что экономика на самом деле у игры достаточно хорошая, если делать какие-то активные действия в бою. И именно для этого я и создавал этот аккаунт, чтобы доказать возможность фарма серебра и прокачки техники без премиум аккаунта. Да, будем честны, это дольше намного, чем с примаком, либо с премиумной техникой, но тем не менее. И сегодня я хочу подвести промежуточные итоги моих стримов и вообще посмотреть, к чему привел наш с вами эксперимент. Я провел 25 стримов, 25 стримов по 3 часа каждый, то бишь суммарно я в игре провел примерно 75 часов. Начал я прокачку с регистрации по моей же ссылке в описании, которая есть. Кстати, кто хочет регистрироваться в War Thunder и получить маленькие бонусы, то регистрируйтесь по ссылке в описании. И вот, когда вы по этой ссылке регистрируетесь, вы получаете небольшую там прибавочку в голде и премиумную технику первого ранга, самую начальную, которая даст вам небольшой буст в начале прокачки. И голду, которую вы сейчас видите у меня на аккаунте, 390 голды, это частично та голда, которая у меня осталась еще с момента регистрации по ссылке, а также за прохождение обучения. Которое у меня, кстати, еще не все пройдено, вот мне надо еще эсминса пройти, и там тоже голдишко, по-моему, должны начислить. То есть, когда вы проходите обучение, вам дают голду. Там еще, по-моему, серебра немного накидывают. И давайте же мы с вами посмотрим, чего я добился за 75 часов игры, более-менее нормальной, да, чуть выше среднего уровня я играю. Я не киберспортсмен, сразу вам говорю, поэтому, как бы, вот, такие дела. Кстати, подсветка отключилась задняя, отстой, села батарейка. Ну ладно, ничего страшного. Короче, смотрим. Серебра на аккаунте у меня сейчас 2 миллиона 210 тысяч 525 серебряных львов, естественно, да, серебра. Прямого аккаунта, как вы видите, нет. Я, кстати, ни разу не заходил на этот аккаунт вне стрима, то есть я не играл. Как вы можете заметить, сейчас уже батлпасс третьего сезона, да, силовая атлетика уже заканчивается, а я только первый левел его вкачал. То есть я вообще не играл и не пользовался батлпассом, а если бы я им пользовался, да, то есть если бы я часто бы заходил на этот аккаунт, я бы уже давным-давно бы ушел бы и дальше. Потому что тут у нас, как вы знаете, и серебряшечки вам накидывают батлпасс, бесплатно можно нафармивать его, не обязательно покупать. Пари на золото, усилители, дублеры. И самое главное, это, конечно же, премиумная техника, которая в бесплатной версии, ну, бесплатная, точнее, техника на 50 уровне, это французская кобра, на которой можно было бы очень даже неплохо пофармить серебра. Так что, если пользоваться вообще всеми возможностями тундры, которые вам дает она, бесплатными, то можно даже очень нормально держаться на плаву и с серебром, и с прокачкой, и со всеми делами. Если, конечно же, правильно пользоваться этим всем. Далее. Что я хотел вам еще показать? Помимо того, сколько у меня валюты, да, давайте посмотрим, что я успел вкачать за 75 часов. Начнем с США. Ну, я практически не катал, я сделал акцент на Германию и на Советский Союз. Но, тем не менее, давайте начнем с США. У меня прокачано, получается, все перворанговое, куплено и прокачано. Правда, там не все до конца прокачано, но, тем не менее. Второй ранг у меня уже начинает покупаться, да, то есть у меня М5А1, Шерман 105, Зенит очки, М8 вот недавно, на последнем стриме как раз-таки купил его. И далее я уже начал прокачивать М24-го Чаффика, который, кстати, по совокупности и характеристике очень крутой танк. И я думаю, что когда бы я его вкачал, фарм серебра пошел бы намного быстрее. К тому же М10-ому недавно был рейтинг понизили, и я думаю, что на нем тоже можно было бы неплохо нафармить серебра как следует. Вот, короче, вот такой вот вид у меня у США. Авиацию я рассматривать, ребят, не буду, потому что я на ней практически не летал. Вроде бы один стрим только у меня был, авиационный. По-моему, я за Германию летал. Сейчас давайте посмотрим. Да, вот тут у меня парочка самолетов открыта, и один даже не куплен. То есть я на авиации вообще как бы забил, я только сделал акцент на танк. Короче, Германия. Как вы видите, прокачивая Германия у меня намного интереснее. У меня, конечно, не все куплено, потому что пазики третьи я не покупал. Ни одного вот второрангового, да, ПЗ-3, Джей-1, Л и М. Версии я не покупал, хотя М-овскую можно было бы, она очень хорошая. Я как бы пошел дальше по всем остальным танкам, чтобы как можно быстрее прокачать Тигра H1. Я его открыл, соответственно, и прокачал в топ. Далее у меня вот на последнем стриме открылся Диккер Макс, и я начал открывать Вербельвенд. И также у меня открылся еще Як-Панзер 38, то бишь Хедзер. Но я его еще не покупал, потому что я хочу, как бы, по сетапам пока погонять на 4.0.3.7, чтобы, как бы, технику вывести в топ полностью. То есть штук 3G у меня вот есть, и не туда нажал случайно. Штук 3G у меня есть, я бы прям чуть-чуть прям совсем не хотел, да, до топа. То есть открыть домовые снаряды, получить дополнительный опыт, и быстрее открыть Вербельвенд. Вербельвенд, как вы понимаете, замечательная зенитка, и против наземки может бороться, и против авиации. Так что на нее надо делать акцент. Также я открыл вот на последнем стриме базик 4G, который мы, кстати, тоже понизили бы рейтинг, непонятно зачем. Но тем не менее, вот, я вот только-только начал выкачивать. Ну, Тигр H1 в топе, Дикер Макса я еще в прошлый раз открыл, и вот все, что я ему успел вкачать на последнем стриме. Ну, в авиацию я вам показал, тут Буктутхенкель 112 В5 у меня открыт, да и все. Вот, это то, что вот касается немцев. А, и про Z2C Даг, не обращайте внимания, что он у меня куплен, потому что этот был танк, который я получил как раз-таки на выбор за регистрацию посылки. PZ-2C Даг, он очень жесткий. Также, PZ-2F, обратите внимание, у меня есть талисман на него. Он мне выпал просто с ежедневной наградой, точнее, не ежедневной, а вот когда за бой, вы раз в несколько боев получаете какую-нибудь рандомную награду, и вот мне выпал талисман на PZ-2F. То есть талисман мне немножко тоже помогал прокачать по получению опыта технику. Далее, Советский Союз, как вы понимаете и видите, да, у меня тут тоже много чего вкачано. Вот эти два танка БТ-7М и Т-28 я не прошел, потому что они вышли, то есть обдавление с этими танками появилось после того, как я уже прокачался дальше, поэтому они у меня не открыты, поэтому не обращайте внимания, что стрелочки есть, а техника у меня открыта дальше. Вот, в общем, до чего я докатился, да, за Советский Союз. У меня Су-85 открыт, я его пока еще не покупал, а Су-57 я начал выкачивать. КВ-1 ЗС-5 я уже, там, почти до топа докачал. Т-34-57 открыл на последнем стриме, но тоже пока не покупал, потому что переход на эти бывые рейтинги, я считаю, надо сделать более, скажем так, плавным, потому что надо открыть более серьезную технику. Я вот эту всю технику, Т-34-57, Су-85, купил бы, когда открыл КВ-85. И вот тогда бы можно было дальше переходить на третий ранг и выкачивать дальше технику. Ну, соответственно, предыдущие все танки у меня вкачаны, может быть, не все там до топа, какие-то из них, по-моему, 34-ками, возможно, не вкачаны. Я просто уже, честно говоря, забыл, давно не играл на Советах, в последний стрим у меня был чисто на немцах практически. А нет, смотрите, все, все вкачано, то есть у меня все танки вкачаны. А, Су-57-Б, кстати, забавный момент, мне на него тоже выпал талисман. Ну, вот, но я его так и не докачал до конца. Вот, здесь 30-й, все, короче, все прокачано, все открыто. Ну, кроме зенитки, да, там некоторые зенитки у меня не вкачаны до топа. Вот, то есть вот до такого состояния я докачал за 75 часов Советский Союз. Авиацию, как я вам и говорил, я не качал, тут у меня ничего не тронуто. Британия, ну, я на ней практически не катался, у меня открыт Деймлер и А-13. Все остальное это как бы такое себе. У Британии очень прикольная вот эта, на самом деле, ветка прокачки. Вам советую присмотреться к ней. Ну, самолет, опять же, смотреть не будем, я на них не катал. Японию буквально там несколько боев, мы сыграли Кени, ЧХ почти открытый и все. Остальное все резервное. Китай тоже, по-моему, мне заказывали. Что-то первый раз вот я открывал Су-76М и Стюарта, но я их не покупал, потому что на китайцах почти не играю. Италия вообще, по-моему, у нас не заказывали. А, нет, заказывали один раз за это время. Я вот только немного на вот эту танкетку итальянскую упоротую опыта накопил, да и все. Франция, немножечко на ней тоже там несколько боев пострадали. Даже открыл АМЦ-35, но не стал покупать, потому что Францию я не ставил в приоритет в этой прокачке. А Швеция, по-моему, да, Швеция у меня тоже была вкачана. Это немножечко совсем, да, как вы видите. С ТРВ-М40Л я открыл, но не покупал. И открыл баба большую. То есть, вот, по авиации, опять же, ничего нет. Никаких нациях можно даже не обращать внимания, что вкачана у меня там что-то или нет. И по карточке игрока мы 18-й левел. Где-то чуть больше 1-й трети прокачано. У меня там чуть-чуть титулы какие-то новые открылись. И вот мои результаты. Я играл только в РБ. Ну, в аркаду я не помню. А, аркаду пришлось поиграть, потому что, когда вы начинаете прокачивать аккаунт, вам не дает игра зайти в реалистичные бои. То есть, вам надо несколько боев отыграть в аркаде. Вот, потом я перешел в РБ, естественно. Ну, и вот мои результаты. Кому интересно, кого можете на паузу поставить, посмотреть. Хотя я не думаю, что кому-то будет интересно. Я вообще не знаю, будете ли вы этот ролик смотреть. В общем, вот такие вот дела. Послуженный список. Ну, как вы видите, да, за немцев. Вот, как я отыгрывал. В общем-то, какие-то награды у меня есть. Батл пасс. Батл пасс, опять же, я бы его проходил бы дальше, если бы чаще играл на этом аккаунте. Вот такие вот, ребята, результаты за 75 часов игры. Я считаю, что они довольно неплохие в целом. Да, можно было бы, конечно, намного быстрее все это делать. Опять же, с тем же батл пассом, если бы я играл часто. И другими акциями какими-нибудь, да, которые проходили периодически врата Андрея. Но я вообще нигде ни в чем не участвовал. Никогда. Только обычный рандом и все. Поэтому, друзья, на самом деле можно было выйти и намного больше в плюс. И, соответственно, технику прокачать намного дальше. Может быть, в каких-то событиях и турнирах поучаствовать. Или еще что-нибудь такое. В общем, вы и так знаете, да, кто знает, как в тундре все работает. Так что вот такие результаты промежуточные. Промежуточные за 25 стримов с аккаунта без доната. Как видите, никакой проблемы нет. Вообще никакой проблемы нет в прокачке. Просто играйте нормально. Да, я знаю, что дальше проблемы могут появиться на более высоких рангах. Но это мы будем с вами смотреть тогда, когда я до них дойду. А когда это будет, фиг его знать. Потому что аккаунт без доната у меня, наверное, раз в две недели только запускается. Или раз в неделю я буквально захожу и все. Надо бы, наверное, кстати, почаще это делать. Пишите в комментариях, хотели бы вы видеть, например, раз в неделю стрим без доната. И следить за прогрессией на этом аккаунте. Что у нас с вами будет получаться из этого всего. Также, если вам было интересно, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Вступите в группу ВКонтакте, Дискорд, Инстаграм, Телеграм. Мой Васт канал и все остальные мои другие каналы. Все ссылочки будут на это все в описании. Отдельное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. С вами был Кратава, Паша Фриван. Всем удачи, счастливо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok